Приветствую всех поисковиков В первую очередь наш обзор посвящен новичкам Мы с вами поговорим об основных направлениях в поиске Дело в том, что становясь поисковиком Вы еще как следует не знаете, не определились в тех направлениях Которые вас наибольшим образом заинтересуют Я неоднократно повторял и повторю еще раз Что новичков в поиске, как правило, интересуют все Они готовы искать день деньской И любой абсолютно артефакт, любая ценная находка для них радостны Для них ожидаемы и приводят их в восторг Это совершенно замечательно Но в дальнейшем, когда вы наработаете определенный поисковый опыт У вас будут складываться интересы Видов поиска и направлений множество Но вас будут волновать какие-то определенные направления А может быть даже всего лишь одно направление Так какие же направления существуют? Та градация, которую я сейчас приведу Это лично моя градация И она не претендует на мнение последней инстанции Возможно, у вас будут какие-то свои деления Видов поиска Но мои таковы Первым видом поиска я назову поиск имперских монет Монеты имперского периода, начиная с Петра I Это достаточно крупные нумизматические единицы Это золотые, серебряные и медные монеты Которые в большом количестве встречаются в земле Второй вид поиска Это поиск старины Сюда относятся и перечисленные монеты А также украшения, предметы быта Фрагменты одежды, конской упряжи и так далее Третий вид поиска Это поиск древности и средневековья Сюда относятся поиск наконечников стрел, копий Орудий труда, воинских орудий И, естественно, это поиск средневековых монет Чешуек или медных пул Миниатюрных представителей нумизматического мира А также это поиск мелких предметов религиозной пластики Крестиков, иконок, образков, складней и так далее Еще один вид металлопоиска Это поиск военных артефактов Его можно разделить Потому что некоторых поисковиков, допустим, интересует происходившее Период Великой Отечественной войны на территории нашей Родины Других интересует период Отечественной войны 1812 года Есть те, кто ищет артефакты Первой мировой войны Еще один вид поиска Это поиск на пляже Здесь тоже можно разделить на несколько частей Этот вид поиска Потому что одних интересует сухопутный поиск Другие совмещают его с поиском на мелководье Третьи ищут только на мелководье А четвертые могут и опускаться под воду целиком Причем на большие глубины Вот такие, пожалуй, основные виды поиска О которых мне хотелось вам рассказать Как я уже сказал, в дальнейшем Попробовав различные виды поиска Попробовав себя в различных поисках поисковых Вы уже определитесь Какие же виды поиска Или какой вид поиска вас наибольшим образом заинтересует И будете посвящать этому поиску Наибольшее количество времени Я желаю вам удачи Увидимся в полях Пусть найдется все, о чем вы мечтаете Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!